Музыка При слове Карелия у всех возникают разные ассоциации Романтики и натуралисты вспоминают высоченные корабельные сосны Глад чистых зеркальных озер и большие серые камни Спортсмены быстрые допы ралли белой ночи Трофисты Ладогу Те, кто никогда здесь не бывал, возможно, впадут в ностальги И вспомнят старые лыжи, которые раньше в школах выдавали на физру И по-своему будут правы Ведь зимой Карелия — это царство снега Раздолье для тех, кто любит прохватить сетерком на мощном снегоходе Вот уже несколько лет любители снегоходной техники Из разных уголков России и ближнего зарубежья Стягиваются сюда на побережье Ладожского озера Чтобы влиться в дружную кампанию открытого фестиваля Которая так и называется «Опен Карелия» Как и положено журналистам, мы прибыли на место немного пораньше, чтобы осмотреться Работа организаторов не в проворот Нужно разметить трассы для предстоящих гонок Еще раз пройти все тропы и протики, пропилить упавшие деревья Промерить толщину данных озерах там, где пройдут гонки Прокладка, а точнее инспекция уже проложенного маршрута — это десятки километров пути по снежной нетронутой церене Путь долгий и сложный, но безумно красивый Поздно ночью с большими приключениями в базовую деревушку Кукшигора прибывает техника Снегоходчики из разных регионов складчинно нанимают фуры, а сами отправляются налегке на автомобиле или поезде Получается удобно и бюджетно Например, доставка техники из Москвы обошлась всего лишь в 6 тысяч рублей Все здесь происходящее напоминает сходку каких-то нелегалов-контрабандистов неподалеку от финской границы Под покровом ночи что-то выгружают из двух фур и быстренько-быстренько уезжают На самом деле это разгрузка техники, которая прибыл из разных городов России В частности, Волга и Москва Где-то в этой фуре, в глубине этой фуры и наша Ямаха Снегоходы выносят на руках, благо народу хватает В этом году погоняться в карельских снегах приехало более полусотни человек После разгрузки отбой утром первая гонка С утра пораньше местечко у мосту просыпается от рокота моторов Каждый первым делом запускает мотор своего снежика Ведь они ночуют под открытым небом Поэтому могут быть сюрпризы Если мотор завелся, можно спокойно отправляться на завтрак Ну что ж, вот оно и первое доброе корейское утро Наконец вчера доставили нашу технику Сегодня надо ее завести, ночью было холодно, где-то минус 27 Посмотрим, как переносят такие морозы Ямаха Это самое главное Ну а потом все остальное Ну практически пол пинка Как и положено, в лагере утро начинается с зарядки Она же 12-километровый пролог По результатам которого будут выпускать на кросс-кантри Народ разгоряченный, все так и рвутся в бой Но на старте отец-основатель фестиваля успокаивает ласковое напутствие Три, два, один, пошел Один за другим участники срываются с места Уже после десятка снегоходов целина узкой извилистой трассы напоминает стиральную доску Тем сложнее и интереснее для стартующих следом Скорости сумасшедшие Победитель пролога питерский журналист Сергей Кубанов проскочил 12 километров за 5.04 В минуте за ним уложилось еще 9 человек Места мало для обгона, практически нету Другим участникам Что, зеркало вступить? Да нет, амортизатор надо Подопустить немножко, кстати, тянутый Наверное, просто мастер слабоват Борьба очень острая На финише чуть даже не возникла потасовка Капитана вологодской команды Игоря Ломака кто-то долго не пропускал вперед Но все закончилось миром по-другому и быть не может Везде собираются друзья К тому же до старта кросс-кантри осталось всего полчаса 20 минут на сборы и раздачу номеров Для каждого найдется свой зачет Есть опыт и амбиции прямая дорога в проспорт Есть желание прокатиться с ветерком, но не на все деньги Тогда ты просто спортсмен Ну и самый главный зачет для тех, кто видит секундомер впервые Главная задача этих людей не победа, а участие Категория так и называется Фан Ну что ж, вот наш номер, 43-й Теперь все по-честному, никаких прологов Только участие Большая кантри-кроссовая трансферна Мы поедем в зачете фан А перед этим посмотрим, как пройдет проспорт и спорт Первыми на трассу уходят проспорт и спорт Дистанция кантри-кросса Это два кольца протяженностью по 30 километров На которых есть все Скоростные прохваты по озерам Запутанные извилистые лесные тропы Замерзшая лесовозная дорога И даже кусок деревенской улицы Лучший круг вновь принадлежит Сергею Кубанову 24 минуты Три с половиной минуты проигрывает ему Игорь Ломаков В спорте лучшим был Андрей Григорьев из Лондон-Похи На своем ренегате он прошел круг за полчаса При том, что последние 800 метров Ему пришлось в прямом смысле слова Идти пешком Лидер спортсменов попросту высох Трасса была вся интересная Здесь ребята подошли со знанием дела То есть вот прямиков таких ледовых Больших, длинных Неинтересных было мало Ну они были, но там это неизбежность Оптимальная трасса, хорошая именно такая Почти как профессиональная эндуро Примерно через час наизрытую спортсменами трассу Выпускают фанов Ну что ж, вот и настало наше время Тренировки позади Трассу более-менее знаем Новичок, райдер Техника любительская Но шансы есть Потому что главное ехать аккуратно Сейчас след за про спортом и спортом Стартуем мы Зачет фан Самые, что у нас есть, любители К сожалению, поделиться впечатлениями За руля, как это принято в наших тестах Не получилось Слишком большой концентрации Требует управление снегоходом В гоночном режиме Да-да, вы не ослышались Наша Ямаха не заточена под гонки Это круизный лайнер, а не спорткар Тем не менее, регламент соревнований позволяет гоняться здесь На любых снегоходах А посему Мы решили рискнуть Мультипрополос уверенно держит трассу И самое главное Прощает ошибки управления новичку Эта безнаказанность Лишь подогревает соревновательный азарт В лесу удалось обойти Нескольких расслабленных фанов Но на озерных отрезках Меня снова обошли К сожалению, максималка Мультипрополос Примерно 112 км в час Больше выжать Из этого снегохода Ничего не удается Тем не менее, я финиширую в десятке И для меня это очень и очень радостная новость Трудно описать все эмоции, которые происходят Несмотря на то, что мой зачет любительский И, собственно, техника Это у нас любительские эмоции через край Настоящая гонка по всем правилам Но при этом очень джентльменская Тебя всюду пропускают, если ты едешь быстро Ты должен пропускать, если тебя приживает Но адреналин эмоций просто колоссальные Самое удивительное Едут семьями Муж, женой, дети Все друг друга прикрывают Каждый выбирает свой темп и свой ритм И самое главное, что все остальные участники Это уважают и всячески пропускают Либо, наоборот, аккуратненько обходят Вот она, Open Carelia Гонки для всех Еще свежи в памяти спинного мозга Трамплины и ухабы катри-кросса А тебе уже нужно собираться в дальнюю дорогу Ноги болят А так все нормально А с утра замерзшие снегоходы Необходимо избавить от нароста льда По незнанию легко можно сжечь ремень вариатора Упражнение простое Если оно не помогает, в ход идут молотки Импортная техника интервентов Всегда хорошо ремонтируется молотком русским И какой-то матери Следующее действие Длинная гонка под названием Корейская эндура Всем участникам предстоит задним пройти Лесными тропами и озерами От Ладожского до Онежского озера Это вам не кольцо Конечно, спички, соль и патроны брать не обязательно А вот масло, антифриз и дополнительное топливо не помешают Товарищ инструктор, а что это у вас с собой? Команды смешаны Организаторы хитро разбавили ретивых спортсменов Неторопливыми фанами Финиш, конечно же, по-последнему Так что выкручивать ручку, точнее курок, не имеет смысла Все равно потом ждать отставших А посему караваны идут неспешно Наслаждаясь природой здешних мест Первый пидстоп на нашем пути Деревня Кинерма Ее здесь называют исторической Дело в том, что так получилось Что здесь нет ни одного новодела Ни одного нового дома Те, что кажутся новыми, на самом деле реставрированы Очень внимательно, так, чтобы не пропала историческая ценность Ребят здесь приглашают в теплый дом Кормят национальными карельскими блюдами И рассказывают историю здешних мест По письменным источникам Первое упоминание о деревне было 400 лет назад Но дома здесь гораздо моложе Самый старый, вот этот, напротив, в часовинке Ему 260 лет Самому молодому дому 110 лет В нем как раз и принимают гостей Индустрия туризма в этих краях пока что еще только зарождается От того прием особенно теплый Ведь встречают не клиентов, а дорогих гостей Ну что ж, спасибо этому дому, все было очень вкусно Пора отправляться дальше в путь Ведь у нас все-таки команда гонка И зачет по последнему Я в третьей группе Надо, ребят, не подвезти Прикручение карели продолжается На одном из отрезков участников ждал неприятный сюрприз Еще недавно заброшенная лесная просека Оказалась вычищенной почти до земли На пути стали попадаться груженные лесовозы К сожалению, ничего поделать нельзя Несколько десятков километров Приходится идти почти что по асфальту Стирая лыжи и склизы Именно этот плохой отрезок Стал главной темой для обсуждения на следующем пидстопе Мне все очень понравилось Я чувствую себя превосходно Классная гонка Хорошие люди Атмосфера Но правда, вот этот паршрут Который мы только что проехали Не очень Очень много льда и камней В общем-то Удовольствия уже практически никакого Но я надеюсь, что дальше будет все хорошо Отвору 60 Он предводитель крупного норвежского снегоходного клуба В России впервые Поэтому подготовился основательно Несколько пар перчаток Снегоходных ботинок Шлемов Куча запчастей И даже разные стекла На кросс и эндуро Да, я сейчас поставил большое стекло Представить, долгая дорога Так мне будет гораздо теплее Кроме того, видите, здесь есть зеркала заднего вида Это очень-очень удобно Когда ты идешь в колонию Не надо оглядываться Так что шея не будет уставать Снежики пора подзаправить Все выстраиваются в очередь С удовольствием отмечаю скромные аппетиции У четверхтактника Примерно 11 литров на 100 километров И снова вперед По лесам и озерам Где-то In the middle of the nowhere Нагоняю пару участников Похоже, что-то случилось с техникой Что у вас тряслось-то? Ремень разложился Ремень? Сними, это все, что осталось от ремня Погоди, это какая-то это, веревочка Это ремень вариатора Ремень Это не веревочка Бил, ремень А вот ремень Ничего себе Это что с ним делали в Сербири? Замена ремня вариатора Стандартная процедура Из серии Это должен уметь каждый На снегокодах предусмотрены штатные места Где крепится запасной ремень Дело за малым Отогреть на морозе новый ремень И поставить его на место С наступлением ночи Двигаться становится труднее Сказывается усталость К тому же ни черта не видно Теперь группа держится плотнее Чтобы не потеряться На одном из переходов Кто-то погорячился И ушел в кусты К счастью, без приключений Расчетный норвежец Не угадал заправкой И высох прямо посреди озера Теперь его очередь Снимать ремень вариатора Его артикет берут на буксир Чуть позже У кого-то найдется Запасная канистра с бензином А пока он пассажир Видишь, поздно вечером Все три колонны Добираются до Петрозаводска Длинный 270-километровый пробег Позади В карельском эндуро Быстрейше оказалась команда В косяк которой ходили ребята Из Вологодского клуба Русский снег Они прошли от Ладоги до Ниги За 5 часов 39 минут К сожалению, запланированный На третий день фестиваля Поход на Кижи Пришлось отменить Из-за метеоусловий Сильный ветер и туман Заставили отказаться От красивой ежегодной традиции Посещать этот остров Несмотря на это Фестиваль удался Участники довольны Организаторы полны сил И решимости Продолжать развивать Снегоходные движения В Карелии Итак, что же понравилось На фестивале OpenKarelia Демократичная дружеская атмосфера Вот почему сюда приезжают Семьями, с женами, детьми Причем все они участники Взять того же молодого Красмена, 13-летнего Колю Горелого Который легко взял Четвертое место в фане На кантри-кроссе Неблокая инфраструктура Есть где остановиться Что посмотреть Кроме того Большое разнообразие гонок Можно выбрать Дисциплину себе по душе Организация и безопасность На хорошем уровне Сразу оговоримся Гоночные лицензии Здесь не выдают А права тракториста Машиниста Есть далеко не у всех Но это не помеха Для участия фестиваля Ведь вашим действием Будут руководить Опытные гиды-инструкторы Раньше это был фестиваль Такой небольшой камерной гонкой Вот 50 Как мы в этом году увидели Скорее всего Это уже такой верхний потолок Чтобы это оставалось Все-таки камерной туз Если мы все-таки Решим уходить Именно более глубоко В более массовый фестиваль Наверное где-то в чем-то Мы должны будем Если не менять формат То немножечко разделять Может быть там Программу по классу Мы думаем об этом Потому что Не могу сказать Что прямо вот Мы нашли изюминку Вот в таком Небольшом камерном фестивале Планы после этого года Сделать работу над ошибками Понять куда дальше двигаться И написать программу следующего фестиваля Каким он будет Мы пока не знаем Но то что он будет Это точно Однозначно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин